Самые важные и горячие новости из Таджикистана. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете то, что вас шокирует. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Один из неформальных лидеров ГБАО Мамадбакир Мамадбакиров убит 22 мая в городе Харок. В воскресенье в 17.30 часов в Хароке в результате внутренних разборок криминальных групп был убит Мамадбакир Мамадбакиров, сообщает УМВД по ГБАО. По официальным заявлениям его называли главарем организованной преступной группы Махали-Бархарок. Сообщается, что областная прокуратура начала предварительное расследование инцидента. Эту информацию подтвердили как минимум три независимых источников Хароги. По их данным, неформальный лидер ГБАО был убит в Махале, известной жителем Харога как Бойни, недалеко от своего дома в Бархароге. По одним данным, ранение получил еще один житель Харога. Дополнительных подробностей по данному факту пока нет. Имя Мамадбакирова недавно упоминалось в связи с акциями протеста в Хароге. В заявлении МВД от 17 мая Мамадбакир Мамадбакиров, Алим Шерзамонов и Ульфат Ханим Мамадшоева были названы организаторами незаконного митинга 16 мая в Хароге. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли он был убит в ходе преступной стычки? Или его просто убрали правоохранительные органы? Своё мнение по поводу этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мамадбакир Мамадбакиров, бывший командир сил самообороны рентегрированной в таджикские погранвойска, был одним из неформальных лидеров ГБАО. После ноябрьских событий 2021 года и протестов в Хароге власти по бадахшанскому телевидению упоминали имя Мамадбакирова, говоря, что он имеет связь с преступной деятельностью. Но Мамадбакир Мамадбакиров всегда отрицал такие заявления, заявляя, что он и его сторонники не являются преступными элементами. В феврале этого года власти ГБАО по ТВ Бадахшан обвинили Мамадбакирова в том, что он избил начальника управления образования ГБАО и потребовали, чтобы он или его сторонники сдались правоохранительным органам. Но Мамадбакиров не признал себя виновным. Напротив, обвинил некоторых должностных лиц, в том числе нынешнего председателя ГБАО в незаконных действиях и личной неприязни к нему. Еще в январе председатель области Алишер Мерзанабот на заседании местного хокумата назвал Мамадбакир и Мамадбакирова, наряду с другими так называемыми неформальными лидерами региона, лидером организованной преступной группировки, которые мешают нормальному функционированию органов власти в ГБАО. Мамадбакиров в ответ подготовил видеообращение, в котором сказал, мы призываем власти оставить нас в покое и дать нам жить в мире. Но нас отправляют за решетку и убивают. От меня требуют сдаться силовым структурам. В чем моя вина? Или я вступил в группировку вроде ИГИЛ. Затем он цитует на то, что на протяжении 30 лет находился под давлением. Не знаю почему. Может быть потому, что я выступаю за справедливость, говорю правду и защищаю народ. Поэтому власть меня ненавидит. Мы не враги, мы не предали ни государства, ни президента. Мы просто хотим мира в стране. А как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.